Так получилось, или с течения обстоятельств, или с течения времени, что мы вступили в такой период, когда обыкновенному предпринимателю, скажем так, среднего звена, тяжело вести свой бизнес. В связи с тем, что у нас лей, скажем, обесценился, не то что скажем, он таки обесценился, доллар, евро поднимается с каждым днем. И у меня такой вот вопрос, вот как вы, как предприниматель, как вам можно выжить в это время? Есть ли у вас какой-то секрет посоветовать, как предпринимателям, что нужно делать, чтобы выжить, удержаться на плаву, и что вы делаете, как предприниматель? Потому что все-таки это ваш бизнес, он вам тяжело достался. Насколько я знаю, вы сами его создавали с нуля, очень много лет назад. Тяжело терять свое детище. Что вы будете делать в создавшейся ситуации? Я начну чуть издалека, что государством должны править специалисты, профессионалы своего дела. Не куметры, финны, там, и няморь, а профессионалы дела, которые бы умели управлять и регулировать те процессы, которые проходят в государстве. Инфляция у нас это не случайная вещь. Не случайная вещь. Это и способствует то, что делается вокруг Молдавии, так, и непрофессионализм тех, кто находится у власти. В Национальном банке, в Министерстве финансов, в правительстве. Это люди ангажированные, аферированные, которые глубоко наплевать на народ. Вот они пришли для того, чтобы делать свое дело. То есть разбогатеть за счет того, что народ будет нещать. Что такое инфляция вообще в целом? В целом инфляция это не что иное, как налог на бедных. Дополнительный налог, негласный. Дополнительный налог на бедных. Выход из этого положения очень тяжелый. Выйти из него будет не так легко даже в ближайшие пару лет. Потому что во многих государствах, где грамотные специалисты... Вы так расстраиваете меня. Грамотные специалисты. Значит, инфляция у них коснулась в небольших процентах. Небольшие такие в пределах за несколько лет. Где-то там 3%, 7% до 10%. У нас оно, видите, уже мы имеем доллар с 11-12 лей. Мы имеем уже сегодня где-то уже 18-19 лей. Евро практически 21. 22 уже даже. Уже 22, считайте. В этой ситуации мы находимся, бизнесменам, в безвыходном положении. Один из выходов – это, естественно, подкорректировать розничные цены под инфляцию, сохранив ту торговую надбавку, которая бы дала возможность существовать. Те, кто импортирует товары, еще в худшем состоянии. Потому что мы, приобретая у них товары, не хотим брать по столь высоким ценам, потому что мы их не можем продать. Мизерную наценку, которую делаем, она по карману тем состоятельным людям. А бедным людям уже приходится, и, наверное, к этому уже идет, чтобы будут более низкого качества товары, чтобы они были по низшей цене. По доступным ценам для наших городов. Да, но это более низкие товары. Это и мясные продукты низкого качества, и колбасы низкого качества, и все остальное, что есть низкого качества. И тогда цены, естественно, упадут, но это даст возможность и тем и другим существовать, но это снижает качество жизни. Качество жизни резко падает. Идет отток граждан, покупателей практически уже нет. Магазины... У вас цены изменились на продукцию? На вашу? Именно о вас мы сейчас говорим. Мы точно так же повязаны в одно звено, другого выхода нет. Мы вынуждены тоже корректировать цены. Естественно, мы цены не можем подкорректировать под инфляцию, и поэтому мы уходим в минус. И, конечно, когда будут спрашивать, а чего у вас нет платежей в налоговую, в бюджет, и так далее. А с чего его возьмешь, когда на электроэнергию, вот сейчас опять повысится электроэнергию, на воду, баснословная у нас цена. И я не знаю, как они рассчитывали, что у нас цена в 3-4 раза выше, чем у всех, у предпринимателей. Поэтому выхода нет. Налоги тоже повысились? Нет, на сегодня налоги почти не изменились, но к этому идет. Сейчас будут повышены цены на электроэнергию, на газ в среднем 7%, по информации в прессе. Даже до 10%, насколько известно мне, информация, что повысятся цены на электроэнергию. Да, вроде бы я видел документы опубликованные о том, что цены повышаются на 7%, 7,2%. Не говоря уже о продуктах питания, что творится на базаре, говорят, там в разы выросли цены. Если раньше, вот скажем так, приведем, я насколько знаю, как хозяйка, как женщина, хожу на магазин и покупаю. Если я помню, что раньше гречка была, там 10 леек, да, ну 11-12, сейчас она 20-25 в 2 раза выросла. Так же и рис тоже вырос в цене, яйца поднялись. Это когда у нас вот... У нас получается так, что весь доход, что получаю, его проедает, пенсия практически не увеличится, пособие не увеличивается, за тепло сейчас опять повысятся цены, положение в принципе аховое, критическое положение. Как выдержит этот народ, я смутно понимаю, как выдержит. Но у нас такой народ, который терпит все до предела. Вы имеете в виду вообще народ или даже молдавский народ? Да, молдавский народ. В гроб ляжет, но терпит. Но мы сильны, мы не сдадимся, мы над этим работаем. Мы умрем, но не сдадимся. Да, мы, скажем так, не дождутся. Да, мы умрем, но не сдадимся. Победителями победили мы не выйдем в этом вопросе, никак не выйдем в этом вопросе. Мы же видим, что вот сделали в трех банках, когда вывели 11 миллиард рублей. Что такое вывели 11 миллиард рублей? Их надо будет переключать чем? Тем, что залезут в наши карманы и прекратят. Да, чтобы компенсировать. Сегодня вся эта инфляция точно так же залазит теперь в наши карманы, забирает эти деньги и их отдадут на пенсии там и так далее. То есть развиваться мы не будем однозначно. Главное удержаться только. Главное не умереть просто от того, что делается. От того, что делается. Да. Мне тут вспомнили слова, когда я спрашиваю мою свою маму, мама, как ты себя чувствуешь? Она всегда говорит, не дождетесь. И поэтому так и тут, когда вас будут спрашивать, как вы там держитесь, вы говорите, не дождетесь. А так, на что мы можем не поднимать цены, мы не поднимаем. Но в основном выхода нет. Поднимаем цены. Поднимаем цены. Ну, невозможно. Нереально. Потому что, я же говорю, поставщики вон ушли все в минус. Поставщики в минус. И они повышают цены. На что они могут сохранить? Сохраняют цены. Чувствуют, что там, ну, хотя бы будет один-два процента будет прибыли. Уже ура, радостно. Вот, пожалуй, все. На такой оптимистичной ноте мы, как бы, закончим свое интервью. Это у нас было интервью, скажем так, от Михаила Яковлевича Голичтейна, предпринимателем, который уже более 20 лет руководит своим, скажем так, бизнесом. Старается, как может, чтобы не огорчать бельчан. Только если у нас произойдет какое-то просветление в умах руководства, государства о том, чтобы поставить на ключевые должности специалистов. Которых у нас нет. Нет, у нас есть. Но их просто не подпускают к власти. Так, значит, до тех пор народ будет разбегаться. Вот сейчас опять уезжает у меня куча знакомых. И куда они уезжают? Не в Европу, а в Россию. И далеко не в Русские, Молдаване. Уезжают в Россию. Бросают все, уезжают в Россию. Значит, ну, что делать? Ваши пожелания предпринимателям, кто вас смотрит по ту сторону экрана. Ваши пожелания. Нам нужно объединяться. Нужно объединяться всем. Для того, чтобы противостоять тому беспределу, который у нас здесь творится. И только объединившись, взявшись за руки, как во Франции взяли за руки все представители глав государств. Только так мы сможем хоть что-то сделать. А так, беспросветная вещь. Но сегодня беспросвет. Печальный конец. Очень печально. Печально, но факт. Да. Реальность. Продолжение следует... Продолжение следует...